Добро пожаловать на наш канал. Спасибо, что вы с нами. Мы продолжаем читать духовные наставления святых отцов. Уважаемые зрители, напоминаем, что у нас есть канал в Яндексе и Рутюбе, а также ВКонтакте. Ссылки в описании, при возможности просим подписаться. Старец Порфирий Кавсакалевит. Одному своему духовному чаду старец Порфирий предсказал, что тот проживет столько-то лет. Когда этот человек подверг риску свое здоровье, старец заявил, что тот мог бы умереть. На недоуменный вопрос о том, как это согласуется с данным ранее предсказанием, старец ответил, то, что я тебе сказал, верно. Ничего не изменилось. Лампада твоей жизни имеет масло на столько лет, сколько я тебе сказал. Но если ты ее уронишь, масло разольется и лампада погаснет. Такова жизнь. Бог нам дает многоценный дар жизни. Мы его принимаем и обязаны оберегать, а вовсе не подвергать опасностям, да к тому же бессмысленным. Господь никогда и нигде нас не оставляет. С того момента, как Он пришел на землю, родившись от Пресвятой Девы Богородицы и стал Богочеловеком, Он всегда с нами. И если бы мы увидели, как нас любит Христос и что Он для нас делает, то от безмерной радости помутились бы рассудком. Мы остались бы в Его объятиях, и нам бы уже ни до чего не было дела. Наша любовь к Богу, дитя мое, должна быть беспредельной. Она не должна быть раздроблена на привязанность к различным вещам. Вот тебе пример. Человек, скажем, имеет в себе одну батарейку определенной энергоемкости. Если он будет расточать эту энергию на различные дела, не имеющие отношения к любви к Богу, то оставшийся в нем для этой любви заряд будет весьма небольшим, часто может быть даже совсем ничтожным. Если же мы всю нашу энергию обратим к Богу, тогда велика будет наша любовь к Нему. Молись не о том, чтобы Бог избавил тебя от различных твоих болезней, но о том, чтобы тебе посредством умной молитвы, пребывая в терпении, умиротвориться. Это принесет тебе очень большую пользу. Не проси Бога облегчить твои страдания от различных болезней. Не принуждай его к этому в своих молитвах, но с неизменной стойкостью и терпением переноси свои недуги. И вот тогда ты увидишь, какую от этого получишь пользу. Чтобы правильно шествовать путем истинным, дитя мое, постоянно читай Священное Писание, Жития Святых, другие церковные книги. Если во время чтения какое-либо слово или мысль из прочитанного поразит тебя, прерви чтение и задержись на ней подольше. Хорошенько ее обдумай. Скоро ты увидишь, какую великую пользу это приносит. Исповедь. Исповедь – это один из путей, по которому человек движется к Богу. Это дар любви Божией человеку. Никто и ничто не может лишить человека этой любви. Кто не покается, тот погибнет. Повторяю тебе, кто не покается, тот погибнет. Спасение в церкви. Кто является членом церкви, тот не боится второй смерти. Для тех, кто состоит в Церкви Христовой, смерти нет. Православие совершенно. В нем нет никакого несовершенства. Когда у тебя есть возможность, помогай и материально. Но больше оказывай тем, кто находится рядом с тобой, вот какую помощь. Разговаривай с ними. Выслушивай их, когда они хотят рассказать тебе о своих трудностях. Высказать тебе свою боль. Посиди с ними вместе, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Всегда будь внимателен. Не причащайся по привычке. Каждый раз приступай к таинству так, как будто ты делаешь это в первый раз, и в то же время, как будто это твое последнее причащение перед смертью. Однажды старца спросили. Геронда, в последнее время много говорят о числе 666, о явлении Антихриста, которое приближается. Некоторые даже утверждают, что он уже пришел, об электронной печати, на руку или на лоб, о столкновении Христа и Антихриста, и о поражении последнего, о втором пришествии Господнем. А что вы об этом скажете? Старец ответил. Что тут сказать? Я не говорю, что видел Божью Матерь, что будет какая-то война и тому подобные вещи. Я знаю, что придет Антихрист, что будет второе пришествие Христова, но когда, я не знаю. Завтра? Через тысячу лет? Нет, я не знаю. Однако, меня это и не тревожит. Потому что я знаю, что в час смерти для каждого из нас наступит второе пришествие Господнее. И вот этот час уже весьма близок. И я вам скажу одну удивительную вещь, осуждающий других, не любит Христа. Когда кто-нибудь нас обесчестит, то есть нанесет нам какую-либо обиду, клеветой, оскорблением, то подумаем о том, что он наш брат, которым овладел враг. Он стал жертвой врага. Поэтому правильным будет ему сочувствовать и молиться Богу, чтобы он помиловал и нас, и его. И Бог поможет обоим. Но если мы разгневаемся на него, тогда враг с него перескачет на нас и будет играть нами двоими. Осуждающий других не любит Христа. Ведь виною осуждению – эгоизм. Отсюда начинается осуждение. Есть еще одна тайна – Христово благородство. Христианин благороден. В чем это выражается? В том, что христианин предпочитает терпеть обиды, чем обижать. А как это происходит? Когда в нас придет добро, любовь, тогда мы забываем о причиненном нам зле. Мы этого зла уже не видим. Здесь сокрыта тайна. Когда зло приходит к нам из демонического мира, вы не можете его избежать, потому что оно входит в нашу жизнь. Но можно научиться зло не видеть, и оно исчезнет. В этом величайшая тайна христианства. И это большое искусство, которому нужно обучиться. Великое искусство заключается в том, чтобы презреть зло, не видеть его, как будто его и нет. Потому что в действительности его и нет. Зло – это не бытие, и существует только в нашем сознании. А мир – добр. Как это будет? Несмотря на то, что вы и будете замечать плохие поступки ближних, тем не менее, по благодати Божьей это зло не затенет вас, потому что вас будет наполнять благодать. Вы не видите зло, и оно не может причинить вам никакого вреда. Вот так это и будет. Вам кажется, что вокруг зло, но это неверно. Ведь в Духе Божьем все видится иначе. В нем человек не видит зла и естественно оправдывает все поступки других людей. Все без исключения, как мы сказали. Христос посылает дождь на праведных и неправедных. Тайна заключается в том, чтобы научиться не видеть зла. Углубляйтесь в любую вещь, не будьте поверхностными. Если не пойдем ко Христу, если не будем терпеть, когда страдаем несправедливо, то будем мучиться все время. Тайна заключается в том, чтобы воспринимать различные ситуации не плотским умом, а духовным зрением. Но этому нужно учиться. Вообще наши злые мысли, наше злое расположение влияет на других людей. Поэтому нужно найти способ, с помощью которого можно было бы очистить свои глубины от всякого зла. Когда наша душа освящена, тогда она излучает добро. Тогда мы молчаливо посылаем любовь, не произнося слов. Конечно, в начале это трудно. Вспомните апостола Павла. Таким же трудным начало было и для него. Он говорил с болью. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. И потом. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Тогда он был очень немощным и не мог делать добро, которое желал и хотел. Это он говорил в начале. Но когда постепенно он предал себя любви и служению Богу, видя расположение его души, Бог проник в него. И в него вселилась божественная благодать. Так он достиг жизни во Христе. Все вокруг нас – это капли любви Божьей. Радуйтесь тому, что окружает нас. Все нас учит и ведет к любви Божьей. Все вокруг нас – это капли любви Божьей. Из наставлений Старца Порфирия Касса Калевита. Спасибо всем за внимание и до встречи на нашем канале. Уважаемые зрители, не забудьте подписаться на наши каналы в Яндексе, Рутюбе и Вконтакте. До встречи.